доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и сегодня я хотел бы поговорить о таких вещах о которых уже снимал неоднократно видео это самое главное пожалуй что было когда-то записано на моем канале принципе психи принципы психического здоровья человека 23 видео я по этому поводу снимал очень подробные обстоятельные можете спуститься посмотреть на эти видео о психическом здоровье человека и сейчас я бы хотел поговорить о них вновь но в несколько более узком аспекте значит ни для кого не секрет кто знает кто учился для психологов психиатров существуют сформированы научной литературе в науке психиатрии психологии медицинской три основных принципа психического здоровья человека три основных принципа относительно здорового психологического душевного существования или состояния три основных принципа критерии критерия критерии оценки психического здоровья человека относительно здоров или относительно нездоров в данный момент Выражается это в заключениях, часто в такой фразе, как некий среднесрочный прогноз в динамике и статике, здесь и сейчас, психического здоровья человека. Обычно этот среднесрочный прогноз распространяется в различного рода методических рекомендациях, указаниях, как продолжительность один год. То есть считается, что состояние человека, его динамика, статика относительно неизменны в течение одного года. Постоянно с человеком происходят какие-то изменения, события, внешние, внутренние какие-то изменения происходят. И соответственно, раз в год обследуя человека, можно понять, здоров он или нездоров, относительно абсолютного здоровья, как вы знаете, не бывает, равно как и относительного нездоровья. Ну, одним словом, по работам Снежневского и Петра Борисовича Ганнушкина сформированы в отечественной науке вот эти самые три принципа. Не мною сформированы в самой этой литературе, в двухтомнике Снежневского и в замечательных работах Петра Борисовича Ганнушкина. Как я уже говорил, я об этом уже неоднократно останавливался в своих предыдущих видео. И основной принцип психического здоровья человека, это его целеполагание или цель, способность человека отвечать на вопрос, чего я хочу. Самый яркий пример нарушения психического здоровья, самый тяжелый, это шизофрения. И вот этот принцип, да, целеполагание, он прежде всего и несомненно страдает при этом заболевании, равно как и при других заболеваниях, может быть, менее выраженных. Способность человека поставить перед собой цель и прийти к ней, посчитать, что дважды два, это четыре, и соответственно ответить на этот вопрос однозначно. Способность поставить перед собой вопрос и ответить на него, и потенциально в своих действиях, мотивах, эмоциональной сфере соответствовать этому самому направлению, то есть целеполаганию, способности достигать цели. Я хочу быть богатым, я хочу эту женщину, я хочу эту машину, я хочу, я хочу, я хочу. Человек отвечает себе на эти вопросы и, соответственно, если он не может этого сделать, ну, предположим, поговорив с шизофреником пару часов, мы не всегда понимаем вообще, о чем мы с ним говорили. То есть не было получено каких-то конкретных однозначных ответов, человек не мог поставить перед собой какие-то жизненные цели, определиться с этапами достижения тех или иных результатов его деятельности, жизнедеятельности. Ну, самый яркий пример шизофрения. Это первый принцип, самый основной, самый главный. Грубо говоря, условно говоря, это три кита, на котором держится психическое здоровье человека. И первый из этих самых важных китов, это целеполагание, способность поставить перед собой цель и двигаться к ней с успехом или неуспехом. Отсутствие успеха, опять же, один из критериев отсутствия у человека способности поставить себе не только основную цель, но и какие-то промежуточные цели. Я об этом уже говорил и повторяюсь, в предыдущих видео говорил. Критика, не менее важный кит, будем так говорить, это так называемая адекватность эмоционального реагирования. В том случае, если человек, находясь, я приводил эти примеры, наверное, неоднократно в своих видео, когда, значит, человек на похоронах, он видит цветочки на гробе, на крышке гроба и начинает смеяться, так они ему понравились, разноцветные, красные, синие, желтые. И он начинает смеяться, указывая на них пальцем. Ну, наверное, можно говорить о том, что человек не совсем воспринимает ту ситуацию, в которой он находится. То есть способность человека адекватно эмоционально реагировать, а эмоции в этом смысле выступают как именно критерий оценки. Смех на похоронах, он неуместен. Ну, это, конечно, разные случаи бывают, да, то есть, но тем не менее, когда деревенский дурачок присутствует на похоронах и смеется, потому что ему смешно от этих разноцветных цветочков, да, это неадекватность реагирования, эмоционального реагирования. Он не понимает, кто он, где он, что он, какая ситуация его окружает и так далее. И проявляется это нарушение в диагностическом смысле прежде всего в неадекватности эмоционального реагирования. Критика человека к самому к себе. Способность адекватно оценить, кто я, где я, что я и так далее. Способность критически оценивать себя, окружающую действительность, окружающий мир. Второй кит, на котором зиждется психическое здоровье человека. Это адекватность, неадекватность эмоционального реагирования. Если она нарушена, опять же, это критерий диагностический, мы можем говорить о психическом неблагополучии, психологическом, душевном неблагополучии этого самого человека. И далее, наконец, то, ради чего это, собственно, видео и затевалось, это третий кит, третий пункт вот этих самых высказываний в работах Снежневского и Ганнушкина. Это так называемое доверие, доверие к самому себе. Удивительным образом, вчера я сновь столкнулся с таким явлением, как неспособность доверять самому себе. Это вот целеполагание, критика и доверие к самому себе. Это то, что говорит о том, что человек болен или здоров. Здесь вот интересная такая необычная картинка. Это игра Минер. Она входит в стандартную комплектацию Windows. То есть каждый из вас наверняка играл в нее. Она очень старая. В последних Windows, по-моему, ее нет. Ну, вот в XP, в 7-ке такая игра встроена во многих операционных системах Windows. Соответственно, сейчас я вам продемонстрирую, что такое доверие, как оно служит в качестве диагностического критерия оценки здоровых, здоровых человек, нездоровых человек. Значит, игра очень простая. Смысл в том, что необходимо найти поле игровое. На этом поле раскиданы мины. На данном рисунке они отображены флажками. Под каждым флажком мина. И, соответственно, человек начинает нажимать первый раз, второй раз. И, соответственно, цифра значит, сколько вокруг этого квадратика, то есть этого места, находится заминированных полей. Соответственно, вот здесь вот циферка 1, и мы прекрасно с вами видим, что вот здесь вот одно поле, здесь циферка 1, здесь одно поле. И, соответственно, вокруг этих цифр других мин, их нет. Соответственно, если мы посмотрим на эту цифру 2, мы видим здесь заминировано, здесь заминировано, да, соответствует. Смотрим на цифру 3, здесь заминировано, здесь заминировано, здесь заминировано. Так вот, 3 как бы мины вокруг этой троечки. И соответственно человек может пройти, открыть это минное поле в том случае, если будет прежде всего проверяется концентрация внимания, а с психологической личностной точки зрения, составляющей любого человека его личности, эта игра является ярчайшим, наиболее ярким примером того, насколько человек себе доверяет. Как это ни странно звучит, вот эта маленькая такая, не скажу что плохая, тупая какая-то, обычная игра, самая простая, классическая, она является хорошим диагностическим критерием, хоть в тест ее не заноси, как говорится, не делай из нее тест, ее можно пройти, разминировать это поле только в том случае, если человек сам себе доверяет. Если он доверяет тому, что вот он здесь видит цифру 1 и соответственно видит эту цифру 1, не просто внимательность, не просто какая-то математика, подсчет и так далее, в том случае, если человек себе доверяет, он способен сказать самому себе, да, я поступил в этой ситуации так и это было правильным, и это было верным. А если этого доверия нет, он начинает сомневаться, я уже перехожу к жизненным ситуациям, к жизненным обстоятельствам любого человека. Он рано или поздно совершает ошибку, он наступит на то поле, под которым находится мина, то есть получит проблему. Если человек себе не доверяет, не верит, грубо говоря, не верит, самое бытовое такое, да, определение, Ганнушкин-то писал о доверии и Снежневский, а вот если человек не верит самому себе, он соответственно совершает ошибку. Он делает предложение женщине, он покупает ту или иную машину, он принимает решение, и если у него что-то не в порядке с психикой, а психика это объемное понятие, как вы понимаете, это и психические функции, внимание, память, мышление, речь, эмоциональная сфера, личностная составляющая, характер, биологическая составляющая, темперамент и так далее. Вот вся та сумма факторов, которая заставляет человека принимать решение в той или иной ситуации, оно как ни странно базируется вот на этом самом слове доверии, доверии человека к саму себе. Вот если это не возникает в какой-то момент жизнедеятельности человека, ребенок не адаптирован, взрослый не адаптирован, то есть ребенок не может принять решение, ну тут понятно включаются и другие механизмы, как-то уже целеполагание, критика и ряд других оснований. Вот если человек не формирует в себе эти три составляющих, четко не понимает цель своей жизни или каких-то промежуточных целей, получения образования, работы, достижения материального благополучия, успешного семейного благополучия, когда он не осознает эти цели, он может о них задумываться, может не задумываться, он может адекватно, неадекватно относиться к окружающей действительности, к этой машине, к этой девушке, к своему здоровью, как угодно и не доверять себе в этом смысле. Вот тогда человек психически нездоров. Ответы на эти три вопроса тоже опять же, да, ну 99,9% врачей, психиатров, психологов, клинических психологов, психофизиологов прекрасно это знают, вообще это преподается на втором курсе, да. Вот это является основной целью любой диагностики, если угодно. Не зря я говорю о критериях оценки. Вот мы садимся с человеком, начинаем с ним беседовать, даем ему какие-то методики, тесты, пробы, собираем его анамнез, изучаем жизнедеятельность, ситуацию, в которой он находился здесь и сейчас, с которой он к нам пришел, будь то на прием или же просто за консультацией. Соответственно, мы диагностируем, должны диагностировать, уважаемые коллеги, вот именно опираясь на эти три основных закона, если угодно. Это даже не принципы, наверное, я неправильно так написал, ну в литературе Снежневского и Ганнушкина это называются принципами, но вообще-то, наверное, это может быть, не может быть, а так оно и есть на самом деле. Это законы психического здоровья человека, способность целеполагать, адекватно, эмоционально, я подчеркиваю, относиться к себе и к окружающему и, соответственно, формировать в себе доверие к себе. И вот этот пример, он ярко это демонстрирует. На этом, пожалуй, все. Если будут какие-то вопросы, то задавайте их под этим видео, пишите мне на почту, ставьте лайки на этом видео. Пожалуй, на этом все. Очень интересная тема. Я еще раз повторюсь, я уже о ней говорил, можете посмотреть ранее видео, посвященное этим вопросам. Ну и, соответственно, под этим видео, если возникнут какие-то вопросы, милости прошу, задавайте их. Благодарю вас за внимание и удачи вам!